Мы продолжаем выпуск. В городском Акимате состояло заседание комиссии по вопросам противодействия коррупции и профилактики правонарушений. На заседании вначале был заслушан отчет ряда отделов о работе по профилактике коррупции. Однако отдельным руководителям, в том числе физической культуры и спорта, было сделано замечание о неэффективности одноразовых мероприятий. Нужно работать на результат. Где раньше у вас возникли коррупционные риски? При каких обстоятельствах? Во взаимоотношениях между людьми, между заказчиком и подрядчиком или же в ходе гудзакупок? Что нужно сделать для их устранения? Нужно внедрять цифровые технологии, переходить на электронный формат. Вот такого доклада мы ждем от вас. Одним словом, невозможно победить коррупцию только одними встречами и собраниями. В каждой структуре должен быть системный план. Это общее мнение членов комиссии. В этом плане показательна работа отдела архитектуры и градостроительства. В целях оказания качественных услуг мы работаем по принципу одного окна. Есть зал ожидания, действует электронная очередь, уголок самообслуживания. На заседании комиссии также была проанализирована работа по профилактике правонарушения. Тревожит высокая аварийность на дорогах областного центра. В этом году выявлено свыше 40 тысяч правонарушений. Это по сравнению с прошлым годом больше на 18%. В целях предупреждения ДТП проводятся разные профилактические мероприятия. Но, несмотря на это, в городе идет рост дорожно-транспортных происшествий. За 10 месяцев количество ДТП выросло на 4,5% со 179 до 187. Стражи порядка разводят руками. Аким же городом выразил неудовлетворение их работы в сфере многохалатности и формализма. Какова роль патруля дорожной полиции? Я, к примеру, житель этого города. Еще не видел, чтобы штрафовали пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте. Где заблагорассудится, там и проходит. Что, убегать от скандала? В школах были юные помощники полиции, которые обучали правилам дорожного движения школьников. Сейчас, кажется, такой работы вообще не проводится. На заседании таким образом прозвучало немало справедливой критики. Результаты покажет время. Калмжан Жумназар, Ижас Абдульда, Алмат Миндабаев, Турикан Хужахметов, телеканал Казларда.